На канале ИТОН ТВ программа тема дня, сегодня я веду, я Михаил Горин. А темой дня у нас, к сожалению, хотим мы этого или нет, остается террор. И говорить мы с ним сегодня будем о терроре со специалистом, доктором Гарварда и профессором Бар-Иландского университета, историком Анной Гейфман. Я подчеркну еще такой ее титул. Дело в том, что Анна Гейфман занимается именно исследованиями психологии терроризма и радикализма. Так что вполне естественно, что именно мы ее попросили поговорить с нами на эту тему. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, добрый день. Анна, вот вы знаете, в преамбуле к этому сюжету я сказал, что темой дня остается террор. Но вот что я подумал, что может быть это просто уже стало штампом, а не отражением реальности. Вот у вас лично не возникает ощущение, что мы стали привыкать к террору, мы перестали к нему относиться как к нечто выходящему за рамки, привычной рамкой, и начинаем воспринимать его просто как дорожно-транспортные происшествия, криминальные какие-то преступления. Или я перебарщиваю в своих оценках? Нет, именно вот так мне и кажется в последнее время. Причем, когда эта волна террора началась в октябре, не было такого ощущения. Действительно казалось, что каждая атака вызывает вообще бурю и море чувств. Вот вчера я ехала в автобусе и передавали очередное сообщение в новостях про террор. Никто даже, просто действительно, как будто это такая рутина стала. Вот, я должна сказать, что это не… Мне это очень явление знакомо. Это, безусловно, не в первый раз. Что очень интересно отметить, потому что это на самом деле кажется, что вот мы такие бесчувственные стали, или мы привыкли, или мы уже как-то приспособились, наоборот, мы такие молодцы, что мы не даем себя запугать. А на самом деле это вещь не новая, вот такая привычка к постоянному насилию, потому что когда такого рода террор, во-первых, я должна сказать, что такого рода активность террористическая уже была. И ровно сто лет назад, и не в каком-то месте, а именно в России все это началось, я много раз уже публично об этом говорила. И вообще, когда мы занимаемся современным терроризмом, необходимо совершенно сравнивать то, что происходит сейчас, с тем, что происходило ровно сто лет назад в России, потому что современный террор начался именно там, если определять его как нападение на мирных граждан. Как бы рандомальный, бессмысленный, казалось бы, и практически неподдающийся объяснение. Вот, это было именно сто лет назад, именно в России. И что интересно, как раз в связи с вашим вопросом, я вижу это в источниках, понимаете, что люди абсолютно через какое-то время привыкли к этому. Люди, я просто приведу пример, который очень показательный. В газетах перестали печатать сообщения о конкретных террористических актах. Появилась такая рубрика, которая называлась «Теракты и экспроприации» или «Нападения». И просто под этой рубрикой перечислялись, списком перечислялись, что случилось за, допустим, за день, за неделю и так далее. То есть, на самом деле, именно дорожные транспортные происшествия интересовали людей больше, чем непрекращающиеся террористические атаки. Это потрясающе показательно, потому что вот то, что сейчас мы видим, именно это повторение того, что было. То же самое. Анна, такой вопрос. Вы сейчас употребили выражение, говоря о том, что происходит в Израиле, «волна террора». Я не первый раз слышу такое определение, и им пользуются власти. Хотя, в общем-то, волна террора – это такая, скорее, журналистская уже фигура речи, нежели должна использоваться властями. Хотелось бы какой-то конкретики, потому что дело не только в названии явления. За определением явления следует и действие, которое подразумевает, как с этим бороться. Так вот, по вашему мнению, с чем мы сегодня имеем дело? Вот власти, еще раз говорю, называют это просто волной террора. Граждане просто в беседах между собой называют это антифадой ножей, террором одиночек. По вашему определению, с чем мы имеем дело? Вы знаете, какая разница, как мы называем? Мы называем это антифадой ножей или волна террора. В принципе, какая разница, как это называется? Просто называется это антифадой ножей в отличие от первой и второй антифады, когда взрывались автобусы все время. Чтобы просто было как бы понятно, что, собственно говоря, происходит. Что касается того, что акции в контракты против терроризма, вы знаете, на самом деле очень легко критиковать правительство, очень легко говорить, вот опять ничего не делается, и как всегда ничего не делается, никогда ничего не делается. Это просто не так. Просто проблема действительно, как и раньше это была проблема, которую решить в одночасье нельзя было, а сейчас тем более, потому что, и опять же, если мы сравниваем это с тем, что происходило за последний век с террором, мы видим, что намного сложнее стало, потому что невозможно разведка, допустим, она работает, но невозможно отследить каждого 13-летнего, 14-летнего, 15-летнего мальчика или девочку, который в какой-то момент решил, что неплохо ему стать шахидом, вместо того, чтобы в школу пойти, или там он поругался с родителями, и они обозвали его какими-нибудь, не знаю, словами, что он такой вот, такой он неудачник и лузер, а вот он решил всем доказать. Понимаете, это невозможно отследить. Это на самом деле огромная проблема, и очень легко обвинять, говорить, что правительство там ничего не делает. На самом деле это, конечно, не так, делается очень много. Просто еще есть какие-то вещи, которые ограничивают возможности. Понимаете, допустим, просто для примера, скажем, мы не можем взять и выслать, кого попало из Израиля. По разным причинам, в том числе и по международным законам, потому что мы не можем выслать людей из Израиля, даже если они террористы, даже если они преступники, потому что по международным законам человек не может оставаться без гражданства. Допустим. Я просто проявляю себе как пример. Я понимаю, Анна, но вы говорите, какая разница как называется. Но от определения того, что происходит, зависит политика и действия. Можно вывести, люди говорят, не я, я не специалист, естественно. Но политики, другие политики, которые не согласны с сегодняшним мерой, говорят, а почему не вывести на улицу армию, пускай патрулируют, почему не закрыть границы, почему не ввести, я не знаю, не комендантский час, но какие-то ограничения. Вы знаете, я не исключаю, потому что все эти меры рассматриваются. А человек, который не специалист и не видит глобальную картину, он просто не может это, он не может об этом говорить, это просто неумно, по меньшей мере. Потому что, ну просто для примера, мы не знаем, сколько это будет стоить. Мы с вами, вот и лично я, хотя, да, я специалист по терроризму, но я не знаю, сколько будет стоить государству вести военное положение в стране. И сколько, и какие будут последствия, допустим, на международной арене. И я не знаю, там есть куча, куча факторов, которые человек, не обладающий информацией, разносторонний из разных точных источников, понимаете, не знающий, как, допустим, работает оружие разного, разного рода. Понятно. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот анализируя эту ситуацию, сравнивая ее с ситуацией, с террором в других странах, вы согласны с тем, что это террор-одиночек, как вы сказали, или же это все-таки управляемый процесс? Спрашиваю, вот почему. Когда глава правительства Натаньягу говорит в своих выступлениях, пусть глава палестинской автономии Абу Мазен признает террор, осудит его и займется делом, это просто политическая риторика или указание точного адреса проблемы? Почему? Понимаете, почему? Мы все прекрасно знаем, что подстрекательство, то, что называется ассата, подстрекательство в палестинской автономии является прямым... То есть террор является прямым последствием, мы прекрасно это знаем, опять же, не в первый раз. Понимаете, когда такого рода действия, терроризм становится модой, когда это очень кульно, когда это намного более престижно, чем любая другая деятельность, когда любой человек, который становится... Причем это... Вы же понимаете, что это начинается... Мы знаем это прекрасно, это начинается, такого рода патрикательство начинается до детского сада еще, в яслях, понимаете? Именно в палестинской автономии. Я не говорю сейчас про то, что происходит в Азии, я не говорю, что происходит в... Что делает Хамас. Я говорю именно то, что происходит в палестинской автономии. Мы прекрасно знаем, какие у них школьные учебники. Понимаете, с первого по последний класс. И что там написано? Люди серьезно занимались этим вопросом. То есть, понимаете, когда с рождения детей учат ненавидеть евреев, когда детей с рождения учат тому, что они должны сделать все в своих силах, чтобы вернуться в якобы их землю, что это оккупация якобы, и так далее, и так далее. Миллион взяли хищей, что евреи – это, не знаю, там дьявол с рогами, и так далее. Понимаете? То есть, это происходит, конечно же, если бы Абумазан хотел, если бы действительно эта просто такая задача стояла в палестинской автономии, естественно, они могли бы прекрасно... Прежде всего, они поменяли бы школьную программу, детско-садовскую программу. Они не делали бы, понимаете, не называли бы детские садики и пионерские эти летние лагеря именами шахида. И так далее. Понимаете? То есть, безусловно, они могут делать очень много. Если бы захотели, конечно, они, конечно, не хотят. Хорошо, оставим то, что они могут делать и явно не будут этого делать. Вопрос такой. Вы говорите, что меры принимаются, но в то же время результатов-то мы их не видим. Вот этот период насилия принято отчитывать от 1 октября прошлого года. Поначалу думали, что это временно. Потом решили, что скоро это выдохнутся они. Потом решили, что если будут стрелять на поражение, убивать этих шахидов, условно говоря, нападающих, то вот это отрезвит. Но нет, ничего не происходит. Волна продолжает нарастать. Я вас как бы призываю в то же самое время смотреть на это с другой стороны. Представляете, представьте себе на секундочку, что было бы, если бы не было разведки, если бы не было полиции, если бы не работала армия. Мы не знаем сотой части того, что делает полиция армия. То есть мы знаем, когда происходит пиво, когда происходит таракт. Мы не знаем, вы не представляете себе, сколько каждый день, сколько раз эти таракты предотвращаются. А сколько тарактов в день предотвращаются. Понимаете, вот об этом может быть стоимость. Понимаете, понятно, что легко сказать, вот вчера был такой страшный день, такое творилось. Как же так может быть, что в Тель-Авиве 20 минут террорист бегал с ножом и всех резал там, кого хотел, и никто ничего не сделал. То есть, в этом тоже можно говорить, действительно. Представьте себе, что такое могло бы быть в Иерусалиме, я, честно говоря, не представляю. Я не представляю. Я с вами согласен. Действительно, наверное, мы видим уже только остатки какого-то террористического всплеска, потому что основную реку, может быть, перекрывает разведка, спецслужбы, армия, полиция и так далее. Готов с вами согласиться, но тогда мы приходим к тому, что действительно, к началу нашего разговора, что к происходящему придется относиться как к некой рутинному атрибуту нашей повседневной жизни. Вот оно вот так. но вы знаете, есть до какой-то степени может быть пока да. Может быть, может быть, и кто вам сказал, что мы в ситуации, в которой мы сейчас живем, понимаете, в географической ситуации, политической ситуации. кто вам, кто, собственно, нам обещал... Да, счастливую жизнь, я понимаю. Счастливую, не счастливую жизнь мы сами себе должны обещать. Понимаете, и в этом как бы... На это, кстати, хочется обратить внимание, потому что как мы будем к этому относиться, понимаете, можно паяться, можно вообще прекратить жить, сидеть дома и не выходить, и, понимаете, дрожать каждый раз, когда кто-то за тобой идет. Можно, я не знаю, много чего можно делать, можно быть в депрессии на любую тему. Человек выбирает, как ему к этому относиться, понимаете. Другой... И в этом, в смысле, очень важно это сказать, потому что, понимаете, когда человек выбирает жить, когда человек выбирает жить радостно, счастливо, когда человек выбирает жить творчески, понимаете, и... как бы не жаловаться, не ныть, а отдавать, думать прежде всего, а что я могу делать в этой ситуации? Это совершенно неправильно говорить, а что я могу сделать? Пусть правительство делает, пусть армия делает, я выбрал там, голосовал за Натаниэ�, вот пусть он теперь этот, нет, понимаете, Человек выбирает жить каждую секунду своей жизни, поэтому на нем лежит прежде всего ответственность, как он будет относиться к происходящему, и что он может сделать, и как он может помочь другим, и так далее. Когда этот человек, который вчера ему в шеем, в горло воткнули нож, и он вытащил его и убежал оттуда из этого магазина, ведь что он сделал тут же, сразу? Он же вернулся. Почему он вернулся? Потому что он человек, понимаете? Потому что у него, он знал, что в это время террорист борется с хозяином магазина. Я не знаю, что у него происходило в магазине, но понятно, что этот человек живет достойно. Понимаете, человек поборол свой страх. Человек поборол первый плащ. Я с этим не буду. Ну это ужас, шел, понятно. Понимаете, он поступил, как должен поступить человек. И вот, понимаете, вот такие примеры должны служить именно примерами. И говорит о том, что в любой ситуации, абсолютно, даже в самой сложной ситуации, человек именно выбирает, как ему относится к происходящему. Потому что жизнь у нас можно, они могут пытаться у нас отнять физическую жизнь, но отношение к жизни, до тех пор, пока мы живем, отношение к жизни и выбор жизни, они у нас не могут отнять. Соглашусь с вами, но все-таки выскажу свою личную точку зрения, что лучше бы не было ситуаций вообще, при которых нужно было бы проявлять подобный героизм. Я согласна, лучше, конечно, вообще быть здоровым и счастливым, правда, чем... Да, чем бедным и больным. ...здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну просто, я сто процентов, ну понимаете, есть ситуации, когда человек находится в ситуации, он должен реагировать на эту ситуацию достойно. Прежде всего, понимаете, прежде всего. Вот, и именно выбирать, на каждом из нас, не только на правительстве, не только на армии, не только на разведке и там на полиции, лежит ответственность о том, как мы будем жить здесь. У нас есть только вот одно место, где мы будем жить, понимаете. Как мы здесь будем жить, зависит прежде всего от нашего отношения к этой жизни. Независимо от того, что нам делают. Вот, и мне кажется, что вот об этом, вместо того, чтобы там сидеть, не знаю, пребывать в депрессии и жаловаться, и ругать правительство, что просто непродуктивно. По-моему, стоит задуматься о том, что значит действительно выбирать жизнь по-настоящему. Хорошо, попробуем, может быть, этот рецепт и поможет. Анна, большое спасибо, всего вам доброго. И вам всего доброго, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok